Здравствуйте! У нас с вами сегодня урок живописи, акварельной живописи. Я ваш сегодняшний инструктор Константин Стерхов. И мы проведем некоторое время, изучая свойства акварели. И исследуя, что мы можем сделать с этой техникой, мы попробуем все сделать по-мокрому. Обычно диктует сюжет. Иногда что-то можем сделать по-сухому, иногда что-то можем сделать по-мокрому. В принципе, в аквареле обычно существует четыре подхода. Мокрое по-мокрому, сухое по-мокрому, мокрое по-сухому и сухое по-сухому. Сегодня мы будем писать мокрое по-мокрому. сначала я бы хотел познакомить вас со своими инструментами своим рабочим местом что обычно я имею на своем рабочем месте это лист бумаги на подложке такой это может быть что угодно я предпочитаю отталки водоотталкивающей поверхности в данном случае это просто кусок пластика может быть орг стекло может быть просто стекло любая водоотталкивающая поверхность потому что когда мы будем смачивать вы увидите как это работает вся вода остается здесь она остается в бумаге и она не впитывается вот этой самой поверхностью сегодня я использую бумагу немецкую бумагу ханемюля эта бумага называется тернер она имеет текстуру но не очень крупную текстуру текстура очень важна в акварельной бумаге для меня лично кто-то кому-то нравится гладкая бумага мне гладкая бумага не подходит а такая вот бутылочка который я могу брызгать на свою работу для того чтобы создавать эффекты определенные добавлять немного магии в акварель фен понятное дело если нужно подсушить побыстрее какую-то часть работы для того чтобы продолжать и пластиковая карточка желательно чтобы карточка была не рабочая потому что иногда чипы могут заржаветь и у вас будет неприятный сюрприз когда вы пойдете и пользоваться поэтому просто берите любую карточку которая имеет вот эти вот закругленные края и не намокает ею мы я потом покажу что мы будем ее делать еще один экзотический продукт который я использую в своей работе это такой вот медиум для того чтобы делать краски более яркими чтобы они лучше растекались этот медиум я просто добавляю воду все теперь это вода у нас такая вот просвещенная и еще одно средство интересное которое используется в акварели это восковой мелок это обычный детский восковой мелок он используется для того чтобы немножко зажирнить бумагу в тех местах где она должна остаться белой разумеется это небольшие плоскости это может быть какой-то блик где-нибудь то же самое для тех самых целей что и маски инфлюид но он этот мелок оставляет немножко другой след он более естественный он подчеркивает текстуру бумаги иногда для акварели стоит делать рисунок не очень детальный для этого я использую графит без деревянной рубашки он толще он имеет более такой толстый кончик он предполагает такой более общее что ли решение рисунка теперь мы должны перейти к краскам в общем-то краски у нас сегодня главный герой это невская палитра те краски которыми я работаю что важно знать об этих красках старейший производитель красок в россии те краски которыми пользовались и мы и наши родители и их родители сейчас палитра этих красок расширилась до 66 цветов что гораздо больше чем вам может понадобиться поэтому вы можете выбрать себе какие-нибудь 18 или 24 или любое количество красок потому что что удобно всегда можно докупить отдельные цвета